Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Авреликин. Владимир Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Александрович, первый вопрос, разумеется, это ситуация с предприятиями концерна «Тракторная завода». Совсем недавно прошла встреча рабочей группы, в которой участвуют представители корпорации «Ростех», «Нежэкономбанка». Какие договоренности достигнуты, какие перспективы обозначены и когда они начнут уже воплощаться? Все наши планы. Рабочая группа состоялась 9 ноября, в кучу года. Она была инициирована нашей стороной, Чувашской Республики. Председатель правительства, глава Чувашской Республики обратился и в Ростех, в адрес Чемезова и в Нежэкономбанк, в адрес Горькова. На предмет того, чтобы встретиться, все-таки довести официальную позицию до работающего состава, до руководства и до работающей части населения, которые осуществляют деятельность своих на предприятиях концерна «Тракторная завода». Напомню, у нас всего лишь 8,9 тысяч сотрудников. Очень много. Поэтому основная цель была рассказать о планах своих. Мы понимаем, что сегодня уже запущены процедуры. И эта процедура реализуется в рамках соглашения и решения наблюдательного совета, который проводил Дмитрий Анатольевич Медведев по переходу активов концерна в адрес корпорации «Ростех». Это как гражданский дивизион касается, так и военный дивизион. Ну, нас больше с вами всех интересует, имею в виду, что в республике это гражданский дивизион. Это четыре площадки, основные четыре площадки. И эта процедура, еще раз говорю, запущена. До 30 ноября должна состояться. И 30 ноября у нас будет новый собственник концерна «Тракторная завода», в том числе и завода здесь. Новый собственник озвучил какие-то свои намерения относительно этих предприятий? Да, основная цель была, кроме того, как озвучить процедуру перехода для всех, чтобы было понятно, ну и убедиться лично о том, что заводы, во-первых, существуют, что трактора собираются не в гаражах, а в современном производственном комплексе. Ну, знаете, как, тем не менее, доносилась информация до руководства, что предприятие неинтересное, производственный фонд устарел, оборудование устарело. Поэтому и исполняет директор, который РУСТЕ, который присутствовал у нас здесь на встрече и выезжал на предприятие, чтобы лично убедиться в состоянии предприятий концерна. Он очень был воодушевлен, очень обрадовался, потому что он увидел в действительности современное производство. Это как агрегатный завод, как промотратор, так и сам промотратор. Поэтому вот эти три площадки он смотрел, подчеркнул и в рамках рабочей группы отметил в том, что в действительности завод современный, он очень мобильный, может выпускать там и иную технику, кроме того, что здорово. Поэтому самое главное – это профессиональный кадровый состав и современное оборудование. Чего ждать все-таки работникам предприятия в ближайшее время? Значит, до 30 ноября, как я сказал, это переход активов основного в РУСТЕХ. Параллельно, после того, как эта процедура произойдет, внешнеэкономбанкам будут выделены новые кредитные ресурсы на уровне 1,5 млрд рублей. Эта цифра была озвучена заместителем председателя управления внешнеэкономбанка Петром Золотаревым в рамках нашей рабочей группы. И эти средства пойдут, прежде всего, на оборотные, то есть на покупку материальных ценностей, именно что это сырье и материалы. Это на погашение задолженности по заработной плате и погашение задолженности по энергетике. Значит, задача РУСТЕХ, и они здесь почему анализировали, в том числе здесь группа РУСТЕХ работает, сегодня анализируют способность рынка поглощать эту продукцию. То есть планы компании загружать наши производственные площадки в виде их перспективности. И перспективность того продукта, который выпускает. Концерн, кроме того, как показал натурный образцы тракторной техники, еще позволил прокатиться на этих тракторах. Причем, опять же, исполнитель-директор был воодушевлен, ему очень понравилось, потому что насколько современна сегодня техника тракторных заводов. Поэтому задача это загрузить и выйти в рынок. А потребность в продукции тракторной техники очень большая. Сегодня на рынке Российской Федерации потребность очень большая. То есть об остановке работы, речи? Нет, абсолютно не шла об остановке, нет. Это даже не предусматривается. Давайте тогда о других перспективах. Не так давно в Чувашии побывали представители Ассоциации производителей и потребителей алюминия. Прошло несколько встреч с участием органов власти, руководителей предприятий, предпринимателей нашей республики. Какие-то конкретные намерения, какие-то конкретные планы были составлены, разработаны? Да. Переработка алюминия для нас тоже новая технология, новый продукт. В основном мы работаем на нержавеющей стали, ну и на чернометале. Поэтому изготовление, формирование компетенций из алюминия для нас было очень важно. Ассоциация приехала сюда и перевезла большой состав предприятий, которые уже присутствуют. Это и производители алюминия, и переработчики алюминия. И эта ассоциация приехала по приглашению правительства республики для того, чтобы поделились и сформировали у нас здесь новые рынки, новые компетенции. Значит, по результатам заседания этой ассоциации на базе Чувашского госуниверситета, был создан совместно с ведущим из предприятий нашей республики «Сейспель», который уже занимается производством, переработкой, вернее, алюминия. То есть мы знаем, что церны, которые изготавливают сегодня «Сейспель», самостоятельно изготавливают, они как раз из алюминиевого сплава. Вот компания имеет компетенцию уже в этой сфере. Поэтому, соединяя производство площадкой и образовательным, был создан центр компетенции по переработке алюминия. Было передано, заводам было передано оборудование, которое сегодня используется в процессе переработки алюминия, в процессе сваривания алюминия. Это очень тяжелые процессы сваривания разнородных материалов, алюминия, меди. Поэтому сегодня университет занимается и повышает компетенции наших будущих инженеров, конструкторов, молодых студентов. Поэтому я считаю, что очень важно, что оно состоялось, это заседание, и эстафетная палочка передана теперь и нам. Владимир Александрович, насколько я знаю, и вот по цифрам, которые приводит статистика, в последнее время регистрируются, может быть, не очень высокими темпами, но, тем не менее, оживляется внешнеэкономическая деятельность, расширяется круг партнеров, зарубежных партнеров. И вот в октябре во Франкфурте-Анамане прошла презентация экономического потенциала Чувашской республики. Можно ли говорить уже о новых контрактах? Да. Основная цель, которую преследует правительство республики, это, прежде всего, узнаваемость ее за пределами Российской Федерации. Это демонстрация наших возможностей, на что мы сегодня способны есть, способны и показать наш продукт, который мы выпускаем на территории республики. Многие не знают об этом, поэтому мы занимаемся продвижением нашей республики и продуктов Чувашской республики за пределы Российской Федерации. Мы повышаем свой экспортный потенциал этим. Что касается проведения презентации именно в Германии, в Франкфурте-Анамане, было выбрано, потому что это финансовый центр Евросоюза, и где расположены основные, во-первых, кредитные учреждения, которые сегодня ищут, куда вложить, во что вложить средства свои. И, второе, крупные компании. В действительности, в рамках проведения, мы, кроме как презентационного материала, презентации самой республики, подписали соглашение о совместном производстве. Одна из компаний – это совместная японско-германская компания, и наша, третья сторона – это наш производитель выпускает, это компания «Каскад». Каскад «Эдизия Нагана», сокращенная компания совместная, это Япония и Германия. И наш «Каскад» будут выпускать на базе как раз индустриального парка города Чебоксара, где сегодня «Каскад» строит производство мощности, будут выпускать соединители для нужды метрополитена, энергетики нашей Российской Федерации. Поэтому это один из проектов. Второй проект у нас уже сегодня присутствует компания на территории Чебоксарской республики, компания «Девилейт», компания из Германии. И тоже анонсировала в рамках презентации о том, что запускает новый проект, связанный с переработкой горчицы. И сегодня в наш адрес поступило предложение о том, что сформировать земельный участок, начиная от тысячи гитар, предельный размер, это порядка 10 тысяч гитар, мы должны сформировать для засева и дальнейшей переработки немецкой же компании, и экспортирование в том числе этой продукции за пределы Российской Федерации. Вот какие краткие итоги. А что еще вы предлагали? Понятно, что невозможно показать абсолютно все, что производится и что возможно производить в Чувашии, но вот на что был сделан упор? Мы знаем, что Германия очень серьезно имеет потенциал в сфере автомобилестроения. Нам интересно поставлять и реализовывать совместные проекты именно в сфере автомобильных компонентов. То есть было предложено сотрудничество. Компания Германии также очень компетентны в области строительства, производства металлообрабатывающих оборудований. Тоже нами сделаны предложения по возможности сотрудничества. В аграрном секторе серьезно продвигаются много отраслей экономики, где мы направили предложения. Надеемся, что понятно, что с первого раза это не получится. Понятно, что это нужно будет долго отрабатывать. У нас есть уже опыт, когда иностранные компании заходили и длительное время уделяло на то, чтобы просто поверили республике, потому что вы увидели у нас партнера. То есть эту работу мы сейчас проводим. Из Германии вернемся вновь в Чувашии. За последние 9 месяцев подводились как до итоги оборот розничной торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 2%. Превысил 90 миллиардов рублей. И какова доля в этом объеме торговых сетей, которые приходятся на несетевиков? В действительности товароборот у нас сегодня достиг 90 миллиардов рублей. Я думаю, что до конца года за 100 миллиардов будет. Это приличный оборот сегодня именно продовольственного сектора. Темп от дороста на текущий год в действительности 2,7% мы закладывали. Аналогичные примерно показатели-то и на следующий год мы прогнозируем. Что касается несетевых, у нас несетевых торговых объектов, это порядка 67,5%. Но мы видим каждый год тенденцию по сокращению. Понятно, что общие российские системные меры связаны с увеличением сетевых магазинов. Это и культура обслуживания, это и самообслуживание. Поэтому сегодня, в том числе и жители, предпочитают идти не там, где стоишь в кассе и ждешь, когда до тебя дойдешь, а самостоятельно выбрать продукт и, соответственно, оплатить за него. Поэтому роль сетевых магазинов, она именно возрастает, в том числе и в республике, и по ценам по стране. Сколько у нас собственных сетей? Когда владельцы... Ну, 67% собственных сетей. Это собственные сети? Сетей республики, да. То есть их количество сокращается. Почему так невыгодно? Вроде бы они сети... Ну, федеральные сети – это оптовые сети. Понятно, что формирование себестоимости продаж у них значительно ниже, чем у продаж у несетевых магазинов, у локального несетевого магазина. У него затраты выше, а у сетевых магазинов затраты на покупку тех же продуктов питания значительно ниже, чем у локального маленького магазина. Поэтому преимущества именно в цене сказываются на выживаемости локальных магазинов. Могут рассчитывать те, кто работает автономно, на какую-то поддержку со стороны государства? Или вы обязаны придерживаться паритета? Вы знаете, мы, наверное, не отдаем предпочтению локальный сетевой магазин, федеральный сетевой магазин. Мы, в принципе, немножко другим путем идем. Мы идем путем, связанным с локализацией, с нахождением продуктов именно в сетевом или несетевом магазине. С этой точки зрения. И готовы ввести переговоры, связанные с государственной поддержкой для не сетевых магазинов, для локальных магазинов, именно в части поставки продукции, если это требуется. Но так, как мы проводим с сетевыми магазинами, поскольку, я говорю, что тенденции к увеличению их, то мы сейчас штурмуем уже на протяжении последних трех лет, активно штурмуем именно сетевые магазины для того, чтобы наши производители присутствовали там. Поскольку охват рынка именно сетевых магазинов значительно выше, чем локального производителя. — Насколько успешно? Насколько далеко продвинулись в этой борьбе? — Каждый сетевой магазин, у каждого свои правила. Закон, понятно, один, но правила, тем не менее, у каждого магазина разные. Основное — это магнит, тандер, это X5, это пятерочка, рубсель, перегресток, лента, метро, светофор, мы видим, единичный магазин, это тоже сетевые. Алкомаркет, это брестоль, красно-белый и так далее. Не скажу, что это все очень гладко протекает, это затяжный процесс, очень много времени мы уделяем им переговоров, доказательств того, что мы интересны, что нам доверяют. Но сегодня по колбасным изделиям у нас порядка 60% представленности, по хлебобулочным 95% представленности, по молочным процентам тоже где-то около 70%. Ну, то есть по куриным яйцам около 55%. И каждый процент, он отвоевывается у сторонних производителей. Почему я сказал, что сегодня выгодно сетевые, поскольку есть возможность реализовывать не только на территории Чувашской Республики, в этих сетевых магазинах, а и за пределами. Что сейчас происходит, что у нас часть нашей продукции за пределами региона реализуется через именно сетевые магазины федеральной торговой сети. То есть, условно говоря, те же самые магниты в других регионах торгуют нашей продукцией. Да, да, абсолютно, конечно, конечно. То есть... Ну, здесь надо отдать должное, что сеть начинает прислушиваться, поскольку они видят, что потребитель Республики, он ориентирован на производителя Республики. То есть он больше доверяет ему, нежели чем тому продукту, который заехал из-за пределов. Потому что здесь можно спросить качество с производителя. Здесь видно, какие средства, если это выращено с земли, то какие средства защиты России не были использованы. То есть всю цепочку можно проследить. И буквально недавно мы встречались, и глава Республики тоже принимал личное участие, связанное с продвижением нашей продукции. И ликероводочный завод. Мы знаем, что сейчас у нас два завода открылись, которые... Ну, я не в целях рекламы, а которые изготавливают качественные продукты из зернового спирта. Поэтому это со мной налогоплательщики, кстати, наши. Поэтому этим вопросом и глава Республики, и весь кабинет министров активно занимается. Ну, вот в продолжение этой темы. Насколько эффективно работает в Чувашии система ЕГАИС? И как повлияло ее внедрение на алкогольный рынок? Сначала все очень скептически относились к этой системе, с некоторым недоверием. Но она сегодня себя оправдывает. Оправдывает буквально две цифры. У нас после того, как внедрилась система ЕГАИС, доля продаж увеличилась на 5%. В первом квартале и в втором квартале на 20% доли продаж. ЕГАИС показывает продажу правильной продукции, не контрафактной продукции. Если это 25% нарастились, значит 25% контрафакт потерял. Потому что все знают, что каждая бутылка, когда она пришла, она зафиксирована у производителя, она зафиксирована у оптовика. И она будет зафиксирована в момент продажи ее в розничной сети. Если покупатель сегодня купил продукцию, и он может самостоятельно, у нас все современные люди, самостоятельно проверить, используя смартфон, акцизную марку. Если он увидит, что у него акцизная марка не бьется, и система не выдает сведения о проданной продукции, соответственно, можно смело заявлять о продаже контрафакта. Сегодня все боятся, все сетевые магазины. У нас есть опыт, когда мы изымали лицензию. Это очень для предприятий, которые занимаются продажей как продовольственной, так и алкогольной продукции, я имею в виду, очень катастрофично продают потери лицензии. Это большие убытки. Поэтому сегодня не рискуют заниматься именно реализацией контрафакта. Если раньше это было возможно, из-под пола поднимали, то сейчас это практически невозможно. Вообще были за это время факты, когда, как вы сказали, кто-то там продвинутый покупатель сверился, посмотрел и просигнализировал? Были, да. Были факты, когда... Ну, я тоже вот, я такой же покупатель. Были случаи, когда я приходил в магазин, при мне же продавец, не знаю кто я такой, пытались считать с штрих-кода подлинность акцизной марки, она у них не проходила. Они уже у меня эту бутылку забрали, и мне ее не продали. То есть это показывает в том, что система работает ЕГАИ сегодня. То есть повышается ответственность на себе продавцов. Ну, конечно, конечно, и продавцы сегодня боятся. Если они продадут, то это ответственность, это административная ответственность, и карается серьезными штрафами. Кроме как и изъятие лицензии еще. Владимир Александрович, не так давно Госсовет Чувашии внес изменения в закон о государственном регулировании оборота алкогольной продукции. И речь шла, напомню, о приведении местного законодательства в соответствии с федеральным. Но при этом правительство Чувашии лишилось возможности влиять на так называемые, на работу так называемых разливаек. Вот означает ли это, что они теперь будут абсолютно бесконтрольны? Или все-таки какие-то рычаги вы сохранили? Ну да. Или ищите новое? Во-первых, вся Россия, все субъекты Российской Федерации потеряли это право. Действительно, оказывают прямое влияние на эти наливайки. Но это не значит, что у нас все инструменты исчерпаны. Сегодня и у органов местного управления есть возможность регулировать нахождение. Сегодня существует постановление у каждого из муниципалитетов, где они определяют допустимое расстояние, где возможно разливать, вернее, возможно осуществление деятельности данной компании, где невозможно. Это первый инструмент. Второй инструмент сегодня, как раз вчера у нас состоялось заседание комиссии. Мы отобрали компанию, которая будет ходить и проверять соответствие учреждению названному типу. Ну, скажем, если у кафе должна быть стойка с горячим питанием, а они просто вывесили вывеску, если раньше у нас с этим не было полномочий, то теперь у нас появилась, вот вчера, говорю, еще раз мы отобрали компанию, которая будет ходить и определять, соответствует ли это кафе выбранному типу. Если нет горячего питания, значит, у него будем изымать лицензию. То есть таким образом будем. Кроме того, мы... К заявленному профилю. Конечно, конечно. Кроме того, сегодня ведется работа с федеральным правителем для того, чтобы максимально... Ну, во-первых, постараться все-таки вернуть нам эти полномочия. И второе, для того, чтобы передать полномочию по... У каждого заведения есть госты. Ну, то есть если ресторан, у него есть госты, опять же, требования, которым он должен соответствовать. У кафе тоже должны быть требования, которым он соответствует. Если их нет, то если у нас этого нет права, то тогда Роспотребнадзору дать возможности отслеживать, федеральные полномочия дать им, для того, чтобы они могли отслеживать правильности оказания услуг именно в этих заведениях. У нас назовут кафе, а фактически нам, как вы говорите, наливайчик. Вот и все. Поэтому эта работа ведется. И не значит, что сегодня у нас проводить забрали, но мы не сможем регулировать. Все равно механизмы есть. Ну что ж, спасибо вам большое. И напомню, что сегодня нашим собеседником был министр экономического развития, промышленности и торговли Чуваши Владимир Аврелькин. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова